Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен адъективным причастиям в греческом языке. Он соответствует 29 главе учебники Мауса. Термин адъективный происходит от латинского названия прилагательных, и адъективные причастия – это те причастия, которые играют в предложении те же самые роли, которые в предложении могут играть и прилагательные. В рамках данного урока мы не будем изучать какие-то новые формы причастий. Мы продолжим обсуждение причастий настоящего времени Эориста, все формы которых мы изучили на предыдущих двух уроках. Просто на тех уроках мы большее внимание сосредоточили на так называемом обстоятельственном употреблении причастий, а теперь пришло время поговорить об адъективном. Вообще в греческом языке таких два широких класса, два способа употребления причастий, ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, для нас, как для русскоговорящих, очень легко разделить все употребление причастий на два класса. Это то употребление, которое на русский язык переводится деепричастиями, и то употребление, которое на русский язык переводится причастиями. У нас есть деепричастие и причастие в языке, а в греческом языке есть только один тип, только одна форма. Ну, это дейпричастие, причастие, определение через переводы на такое немного грубоватое определение, более точное определение, обстоятельственное причастие. Это причастие, которое описывает действие, как-то соотнесенное с действием главного глагола предложение, которое совершается подлежащим этого глагола. Такие причастия никогда не имеют артикль, ну и, естественно, по роду число и падежу согласовываются с подлежащим предложением, потому что оно для них действующее лицо. Но есть и другой способ употребления причастий. Причастие, вы помните, это в некотором роде отглагольное прилагательное. Они отвечают на вопрос «какой?», «какая?», «какое?» и так далее, то есть на те же самые вопросы, на которые отвечает прилагательное. Есть глагол «строить», «какой?», «строющий». Есть глагол «делать», причастие «какой?», «делающий». И, как и прилагательное, причастие может быть определением другого слова. Мы можем, например, сказать про человека «человек какой?», «хороший», дав ему определение с помощью прилагательного. И мы можем дать ему определение с помощью причастия «человек какой?», «строющий». Ну, у причастия могут быть какие-то зависимые слова, и целый причастный оборот становится определением «человек, строящий себе дом», например. Но в любом случае, как прилагательное дает определение «человек, какой хороший», так и причастие дает определение «человек, какой строящий». И вот это вот первый подкласс употребления адъективных причастий в греческом языке, которые иногда называют определительными причастиями, то есть тот случай, когда сопричастие используется как определение для каких-то субстантивов. Давайте мы просто глянем несколько примеров употребления определительных причастий. Иван Гриотарна, 4 главу мы давайте с вами посмотрим, ну и очень часто смотрим, оно оказалось каким-то очень удачным источником различных примеров. Например, посмотрите 4 главу, 25 стих. Женщина, ну 4 глава это про встречу Иисуса с женщиной у колодца, с самарянкой. «Лэгэй ауто хэгунэ», говорит ему женщина. «Ой да хоть и мэсээс эхэтай, ко лэгомонос христос». Знаю, что мэссия грядет, приходит, 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 очень часто употребляется, когда речь идет о приходе мэссии, формально это глагол настоящего времени, но он используется, чтобы подчеркнуть такую уверенность в том, что действительно пришествие совершится, и вот уже мэссия на пути, он уже приходит, он уже рядом, и вот такое старое русское слово «грядет» очень, тоже же глагол настоящего времени, очень хорошо уважает эту идею, поэтому так давайте переведем. Знаю, что мэссия грядет, и теперь то, что для нас важно. «Хо лэгомонос христос». Лэгомонос – это причастие от глагола «лега», страдательного залога. Оно согласуется со словом «христос», видите, оно стоит в том же роде, числе и падеже. И обратите внимание на конструкцию «артикль», «причастие», «существительное». Подобную конструкцию мы уже с вами встречали, когда имели дело с прилагательными. Артикль, определение, существительное, страдательное причастие от глагола «говорить-называть», в данном случае называть, «называемый Христос». Поэтому женщина, знаю, что мэссия грядет, называемый Христос. Какой называемый? И вот это «легомонос», стоящее между артиклем и определяемым словом, является таким определительным аддиктивным причастием. Давайте в той же самой главе, чуть раньше глянем, например, в пятый стих. «Эхэтайун, эйсполентес, самареяс, лэгоменэ, саха». Тоже от глагола «лего», «причастие» тоже страдательного залога, видите, суффикс «мен». Но если в том случае лучше было «легомонос», мужской род, то здесь «легомонэ» – женский род. Почему женский род? Потому что это причастие служит определением к слову «город». Видите, приходит «эйсполент» в «город». «Город какой?», «легомонэ», «называемый», «саха». Если там был порядок слов артикль, определение, субстантив, то в данном случае субстантив «город» и определение «легомонэ». Видите, вот как для прилагательных возможен различный порядок слов, различные определительные позиции, так они возможны для причастия. Или, например, посмотрите 10 стих этой главы. «Ты попросила бы его, и он дал бы тебе воду живую». «Дзоэн», может быть, это и сложновато узнать, но это причастие от глагола «дзао». Это альфа-слитный глагол, но когда добавляется окончание, происходит слияние, поэтому мы видим только «дз», и «он» типичное для причастия окончания. Но, может быть, тебе здесь чуть-чуть трудновато формулу узнать и запутаться. «Он дал тебе воду», если дословно переводить «живущую». Ну, на самом деле, вода «живущая» немного странно звучит, и в синодальном переводе, и в многих других переводах вода «живая». Ну, «живая» — вот такая текущая вода, вот в таком, в бытовом, по крайней мере, в обыденном употреблении. Но в греческом Новом Завете нет прилагательного «живой», и каждый раз, когда нужно употребить соответствующее прилагательное, ставится причастие от глагола «дзао», как раз для выражения вот этой вот мысли. Конструкция какая? «Хюдор, зэн» — существительное и определяющее его причастие. Женщина, услышав эти слова Иисуса, удивляется, потому что, там, и подчеркнуть ему нечем, и так далее. И вот конец следующего, одиннадцатого стиха. «Потен он эхэйс ту хюдор, ту зэн». Откуда у тебя... И теперь смотрите. «Ту хюдор, ту зэн». То же самое слово «хюдор», то же самое слово «зэн», причастие от глагола «дзао». Но теперь с артиклями. Артикль – существительное, артикль – определение. Иисус, говоря о воде живой, говорит о чем-то незнакомом его собеседнице, потому он не употребляет артикль, ну, по крайней мере, вот как здесь там речь представлена. Артикль – это признак того, что говорящий считает, что слушающий поймет точно, о чем речь. Он может соотнести вот эту фразу с каким-то известным его там предметом, явлением и так далее. Ну, а женщина, теперь уже говоря об этой воде, употребляет артикль, потому что, ну, та самая упомянутая вот в предыдущем разговоре вода. Поэтому вот по контекстуальным соображениям там было без артикля, здесь появился артикль, но там существительное с определением, и здесь существительное с определением. Как видите, вот достаточно естественным образом причастие используется в качестве определений для каких-то существительных. Вместе с существительным причастия меняются по родам, если у нас вот логомонос, логомонэ, да, вот, если существительное мужского рода, причастие мужского рода, если существительное женского рода, то причастие женского рода, если существительное, как здесь, среднего рода, то причастие среднего рода, Вместе с существительным они изменяются по падежам и так далее. Ну, так же, как и прилагательные, так же, как и русские причастия тоже. Вы помните, что прилагательные могут выполнять не только роль определения. Прилагательные также могут и быть составной частью именного сказуемого. Для причастия это очень редкое употребление. В конце концов, если нужно некое утверждение о подлежащем сделать с помощью слова и содержащей в себе глагольную идею, такого как причастие, то лучше просто поставить подлежащее, сказуемое и все. То есть это не очень типичная конструкция и не так много таких вот предикативных употреблений вы встретите у причастий. Но, тем не менее, как предикативно могут употребляться прилагательные, так предикативно могут употребляться и причастия. Давайте мы с вами глянем пример. Ну, пример послания к евреям. Четвертая глава. Двенадцатый стих. Самое начало. Дзонга хологас тут и вум. Дзон уже знакомая нам форма. Завода. Это причастие от глагола «зава». А теперь причастие без артикля. Хологас тут и вум с артиклем «Слово Божие». Когда мы в прилагательных встречали такую конструкцию, мы как раз обращали внимание, если прилагательное служит определением к существительному, ну и вообще есть какие-то артикли в предложении, то конструкция артикль определение существительное, существительный артикль определение, или артикль существительный артикль определения. А если вдруг у существительного есть артикль, а у определяющего слова нет артикля, например, конструкция прилагательная артикль существительная, то значит прилагательная является не определением, а именной частью сказуемого, неким подтверждением о существительном. И такие конструкции мы переводили с вами с помощью кратких форм прилагательных. А вот здесь очень похожая конструкция, то есть причастие и потом с артиклем главное слово. И мы переводим теперь уже кратким причастием «живо слово Божие», ибо «живо слово Божие» и так далее. Так что предикативное употребление причастий, как видите, тоже возможно. Третий способ употребления причастий и третий способ употребления прилагательных, которые нам с вами нужно вспомнить, это субстантивированное прилагательное и субстантивированное причастие. То есть слова, употребляемые вместо имени существительного. Ну, например, Евангелия Танна, известнейший текст, Танна 3.16. Там, я бы так возлюбил Бог мир, что родил сына своего. И вторая половина стиха. Хина, пас хо пистеон эйс аутон мэ аполотри. Чтобы всякий верующий в него не погиб. Видите, хо пистеон, это причастие пистеон, а в гугл пистеон, в данном случае обратите внимание с артиклем, оно никакое другое слово в предложении не определяет. Можно было бы сказать верующий человек, например, хо пистеон антропос, или можно было бы сказать хо антропос хо пистеон, или еще как-то. Но никакого определяемого слова в предложении нет. Пистеон стоит одно само по себе, просто верующий и все. И оно заменяет собой существительное, оно играет роль существительного. Кто не погиб, верующий, вот в этом вот небольшом предложении, чтобы всякий верующий не погиб, это субстантивированное причастие играет роль подлежащего предложения. Так что, достаточно распространенная конструкция. Ну, не знаю, давайте только дальше уже в Евангелии Таана. Мы с вами четвертую главу уже смотрели. Давайте еще один пример после четвертой главы. Глянем другого употребления причастий. Тринадцатый стих. Абекрите Иисусской эпен ауте. Ответил Иисус и сказал ей. Пас о пинон экту худато стуто дипсеса и палит. Всякий, пьющий от воды этой, возжаждет опять. Пинон – это причастие от глагола пину, пить. Ну, видите, кончине он, да, очень характерно, его легко узнать. И опять же, причастие у нас субстантививировано. Ну, и можно приводить другие примеры. Не обязательно причастие должно стоять в именительном падеже. Ну, просто вот у нас, тут мы наткнулись на несколько примеров с именительным падежом. Давайте, чтобы не именительный падеж был. Первое послание Тимофею. Шестая глава. Пятнадцатый стих. Ну, самый конец этого стиха. Хо басилеус тон, басилеон тон, кай кюлиус тон, курион тон. А басилеус царь. Теперь тон, басилеон тон. В басилеуон тон, видите, причастие. Здесь хорошо виден суффикс антэ. И хорошо видно окончание он. Родительного падежа множественного числа. Царствующих. Царь. Царствующих. И дальше Господь. И тоже куриевого тон. Антэ суффикс уверен хорошо. Он окончание родительного падежа множественного числа. И Господь господствующих. И царствующие, и господствующие. В данном случае субстантивированное причастие. Царь кого? Над кем? Царь над царствующими. И вот это царствующими. Причастие употребляется вместо существительного. Ну, можно было бы сказать царь над царствующими людьми. И тогда царствующему было бы определение, как слово, люди. И царь над людьми. Людьми какими? Царствующими. Но и так все понятно. И поэтому вот люди или еще что-то убрано. И причастие употребляется вместо имени существительного. Так что смотрите. То, что вы знаете о прилагательных, справедливое для причастий. Если вдруг знания о прилагательных как-то потускнели, вернитесь к уроку, посвященному прилагательным, пробежитесь по этому уроку, познакомьтесь с особенностями употребления прилагательных. Ну, и потом примените то же самое к причастию. Адъективные причастия, то есть причастия, употребляемые так же, как и прилагательные, могут быть определением каким-то существительным, субстантивом, могут быть именной частью сказуемого, редкая конструкция, но в принципе возможная. И могут быть субстантивированы, то есть употребляться вместо существительных тоже, в общем, довольно часто. Самое распространенное употребление определения и субстантивное, пореже вот такое предикативное употребление, но все три употребления возможны. Также конструкция, артикль, определение, существительное, артикль, существительное, артикль, артикль, определение, существительное, артикль, определение для определений, или предикат, артикль, артикль, существительное, артикль, 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 артик звучит может быть немного сложновато но плюс в чем русские причастия употребляются также на самом деле когда вы работаете с текстом когда вы переводите текст вы увидели причастие перевели причастие причастием выходящего воде числе и падежа но естественно рот число падежа появляется согласованием если это объявление или тем объектом внешнего мира на который участвует причастие указывает причастие если причастие субстантировано вот вы перевели в нужном вроде числе и падежа причастием поставили и в большинстве случаев и перевод будет хорош и смысл будет понятен так что для нас так как у нас в языке есть причастие которые собственно и играют вот эту объективную роль греческие объективные причастие проблем не представляют